Василий Кравчак проживает в поселке Койсу Казовского района. Несколько лет состоял браки со второй женой, при этом у него трое взрослых детей и внуки. Мужчина решил для всех построить двухэтажный дом, чтобы жить вместе. Но внезапно случилась беда. Дом я строил пять лет. Укладывал все, что мог. Потом здоровье после тяжелой болезни, инсульт. Когда я лежал больной, она мне подсунула документы, договор дарения. Но я не видя, зрение потеряно было. Она мне подсунула документы, я подписал. И потом, когда три года прошло, она выгнала меня из дома. За время болезни Василий Кравчак получил инвалидность и отдавать дом бывшей уже жене не собирался. В течение двух лет шли судебные тяжбы. По доказательству того, что на момент подписания договора мужчина находился в недееспособном состоянии. У всех бытует мнение, что судебные приставы не выполняют свою работу. Но в моем случае они отнеслись добросовестно и по закону. И вот теперь я дома. Спасибо большое. В ноябре прошлого года суд вынес решение о выселении бывшей жены Василия Кравчак. Однако женщина отказалась выполнять постановление суда. Тогда мужчина предложил поделить дом пополам и жить вместе. На что она также не согласилась. Спустя четыре месяца Василий обратился за помощью к приставам, которые помогли ему в решении этой сложной проблемы. После возбуждения исполнительного производства должнику давался добровольный срок для исполнения. В добровольный срок должник не исполнил решение суда. После чего был вынесен исполнительский сбор в размере 5000 рублей. И установлен новый срок исполнения, который должник тоже проигнорировал, не исполнил решение суда. После чего в отношении должника был составлен административный протокол по части 1 ст. 17.15. В итоге 29 числа этого года состоялось принудительное выселение должника. После чего у взыскателя появилась возможность заселиться в свой дом. Спасибо большое за чуткое отношение. Спасибо. Вам и всем всей службе судебных приставов. Спасибо большое. Ивана Пажельца, Владимир Чекунов, Азов.Инфо